Курван, расскажи немного о себе, кто-то откуда, расскажи о своем начальном пути. Я Курван Ширайов, занимаюсь спортсменом Гамида Гамидова, в школе Малейда Батырова, уже лет с 8 лет, тренируюсь в городе Хасайюрт. Немножко о раскрепощении хочется, Курван, чтобы ты рассказал вообще о том, как ты пришел в спорт, куда привел тебя, как начинались вот эти первые этапы? Вольную борьбу привел мой отец, так как мой старший брат тоже занимался вольной борьбой, и как бы меня тоже дали, да, секцию вольной борьбы. Ну, в основном так, в турнирах выигрывал, наверное, в тройках бывал, и как-то всегда было желание тренироваться, как бы выигрывать. И вот это все на счет дня, вот, до осы дошел. Расскажи, где сейчас вообще мы находимся, что за сборы, тренировки, расскажи об этом. После турнира имени Ивана Ярыгина мы сразу прилетели в Московскую область Новогорск, тут проходит учебный тренировочный сбор. Мы готовимся к первенству чемпионата Европы. Расскажи, Махмуд, какой Курбан вообще в тренировочном зале? Ну, в тренировочном зале он такой, который именно, если коротко сказать, мечта любого тренера. Ему надо вот именно из той категории людей, кому надо говорить, хватит, перестань, отдохни. Не из той категории, которую постоянно надо гонять, заставлять что-то, а именно он постоянно работает, где-то ищет, где-то. Например, какие-то там выходные, там праздники, каникулы, и где-то зал не работает, он найдет в другом зале или пойдет побегает, что-нибудь такое. Даже желание, целеустремленность, вот это есть у него. Что вдохновляет тебя на то, чтобы ты посвятил себя этому направлению? Почему ты занимаешься вольной борьбой? Ну, потому что мне нравится этот вид спорта, да, нравится эта вся обстановка, все это мое окружение, которое в этом виде спорта, да. Каково это, в 20 лет Курбан выиграет олимпийского чемпиона? Вполне нормально, так как есть много примеров, которые в 19 лет тоже выигрывали. Ну, я не говорю именно олимпийского чемпиона, но чемпионаты Европы и так далее. На олимпиады ездили такие, как Уайсар Сатиев, Махачман Тазалиев, Аббрашут Садилай, 20 лет на олимпиаду выиграл. А с какими мыслями ты вообще выходил на этот поединок и какие мысли были после? Ну, выходил, настроился очень хорошо, так как я встречался со Саном Романовым, как я и говорил, на турнире «Алан» где-то за два месяца. Я проигрывал ему, заслужил 3-0. В течение этих двух месяцев все свои ошибки как бы исправил, работал над ними, со своими тренерами. полностью настроился и выходил, чтобы победить. И, как видите, там получилось. Ну, после, я не знаю даже. После радостный был, конечно же. По поводу мыслей понятно. Вот знаешь, очень интересно услышать по поводу того, помнишь ли ты, что тебе говорили твои тренеры, наставники во время перерывов? Да, говорили, первый период я выиграл за счетом 1-0 по пассивам. Они сказали, ты должен сделать одну атаку, так как второй период, скорее всего, замечания дадут тебе. Я настраивался на одну хорошую атаку, все время, ну, как бы, пер, что-то не получалось. Ну, и все-таки, как видели, в концовке, ну, как-то в концовке получилось сделать атаку, как бы, и заоткрывать два балла выигрышные, как бы. Он отличается чем-то от других спортсменов? Чем? Ну, наверное, много таких спортсменов есть. Он отличается, как я заметил, вот в нем, то, что именно на соревнованиях больше, наверное, то, что он хочет попадать, бороться именно с титулованными, с известными, с сильными соперниками. Вот, он именно с такими и хочет бороться. На них он настраивается более лучше, более, как-то, даже вот, схватки, которые где-то я, там, вот, на оригину назову, от финала, он очень куларом. Да, ответственно, схватка, чуть-чуть волновался, чуть-чуть не мог. Я смотрю на него слишком самоверный. Я говорю, что так, ну, честно сказать, он меня вот тогда, обычно я успокаивал, вот там он меня успокаивал. Ну, в финале, выиграет ли он, у меня такого не было там сомнений. И самое главное, что, если он вот свою борьбу будет делать, вот я думал, за что-то этого и будет бороться, побеждать. Ты ожидал такого большого ажиотажа со стороны СМИ, со стороны журналистов в твой адрес? Ну, так-то, нет, да. Не особо так. Я даже не думал об этом, если честно. Ну, будет ли что-то или нет. Ну, просто выходил, бороться, ну, чтобы выиграть. А так, мне мама говорила, если выиграть, то ажиотаж будет. Слушать старших, да. А какие вообще, как родители на это отреагировали? Они были очень радостные, конечно же, они очень хорошо разбираются в борьбе. Мама смотрит схват? Мама, да. Ну, она как-то не может смотреть после этого. Может пересмотреть схватку во время уже, как она идет, она там ходит где-то по комнате, не может так это посмотреть. А так отец, вот уже столько лет, тоже всегда рядом, на соревнования выезжает, тоже, как бы, все понимали. На этот турнир был рядом? Нет, нет, это было очень, ну, далеко, как бы, далеко в Красноярск лететь. Из-за этого, как бы, на этот раз он остался, но в дальнейшем еще, он тоже будет выезжать. Какую работу вы с ним проводили вообще после турнира «Аланы», потому что там он проиграл. Какая работа именно вас, наставников, тренеров была на нем акцентирована? Ну, это не было именно «Аланы», даже до «Аланы». Ну, после «Аланы» это было именно вот по поводу финальной схватки. Потому что, в другие схватки, там хоть были ошибки, но такие маленькие, их тоже исправляли, тактические ошибки. Где-то в мелких ошибках он проигрывал положение, получалось, и это отыгрывалось, ну, на результат исхода. После «Аланы» мы с ним работали именно на тех положениях, где Саслан Рамонов хороший. Каждый тренер сборной команды Дагестана ему подсказывал, даже ему звонил министр промышленности и этики Саид Паша Дарбишевич ему звонил. И как раз вот то, что тренера ему говорили, он говорит, вот так, вот так, вот так борьбу поставь. Просто вот этот момент, вот здесь ты знаешь, что делает перевод, партия, вот это однако. А вот подсказали ему, где просто, как правильно борьбу поставить. Он именно так и сделал, и у него получилось именно за счет этого победить. И за счет того, что он не был такой, что вот там не сомневался в своей победе, он уверенно настраивался. Там, когда кто-то, как бывает, перед схваткой там волнуется что-то, он там улыбается, играется там где-то там. Это очень хорошее качество, что… Что для тебя значит поддержка вообще родителей? Близких, окружающих. Очень многое, конечно же. Во время поражений тоже, когда они говорят, типа, ну работай дальше, ничего страшного. Когда сам уже не знаешь, что делать. Ну, естественно, большую роль как бы играет. Мотивирует дальше тренироваться там. Своими словами. Они с чем-то сравнимы? Я думаю, что нет. Нет, до этого ты ничего подобного не испытывал, ничего подобного не было в твоей жизни. Такая колоссальная победа. Некоторые просто спортсмены говорят о том, что первая победа, она самая запоминающая, запоминающая чем там, олимпийские игры. Что-то такое было. Ты помнишь твою первую победу? На странах или как? Вообще помню, я третий стал там, в селе. Но я это… Не особо как-то запомнился это. А какая у тебя первая победа вообще? Я не помню, до селения Могилевска, по-моему, там были, проходили, ну, детские соревнования. Я занял третье место. Помню, как сегодня там. Еще меня сфоткали, моему отцу фотку отправили, вот третий стал. Это было весомее, чем этот турнир крайний? Ну, я не понимал раньше ничего, а сейчас я понимаю, как бы, все. Для этого я отдал много труда, как бы, хотел выиграть желанием, как бы. Ну, и вот, видите, получилось. Это для меня как-то запоминающе, конечно. А там я просто вышел, поборолся, когда маленький был, ни о чем не думая. Ты едешь на чемпионат Европы. Что вообще ожидаешь от него? Это, конечно, для меня очень важный старт. Это хороший шанс еще больше проявить себя. Прохожу, как бы, сбор полностью. В лучшей форме хочу подвести себя к этим соревнованиям. Полностью настроен, как бы, готов отдать себе на этом коре. Лишь бы выиграть чемпионат Европы. Обрадовать своих близких, всех, кто, как бы, верил в меня, там, ждет от меня, как бы, победы. В тот момент, когда объявили о том, что ты будешь участвовать на чемпионате Европы, что было в голове? Какие? Когда вообще узнал о том, что ты будешь представлять Россию? Как я после турнира Ивана Олегина говорил, что тренерский штаб огласит на сборах состав, как бы. И когда объявили меня вот такой шанс, они дали проявить себя еще раз, как бы, на чемпионате Европы, я был... Конечно, я был рад, что они выбрали меня, как бы. Сборная России, мне очень хорошая удача. Как-то приятно, да, там. Со сборной команды вылететь на чемпионат Европы по-взрослому уже. Махачмур Тазалиев, он принимал участие на Олимпийских играх в 20 лет. Как думаешь, сможешь повторить его успех? Я-то верю в себя, конечно. Я постараюсь все сделать тоже для этого, как бы. Ну, сейчас уже немного осталось чемпионата России. Вот шанс, как бы, проявиться на чемпионате Европы. Если выиграл, я уже, как бы, буду рассматриваться, по крайней мере. Есть чемпионат России, тоже выиграю, может. Кто больше всего запомнился тебе на турнире Ивана Оригина? Кто был рядом, кто больше всего помогал, наставлял? Возможно, какие-то советы. Там присутствует огромное количество олимпийских чемпионов, титулованных спортсменов. Может, ты какие-то советы услышал, какие-то слова памятные. Было такое? Ну, допустим, до Оригинского, как бы, на сборах в Махачкале, когда мы в Карамане проходили сбор, Саджид Халер Ахманович подошел ко мне, дал некие советы там, мотивировал меня. И вот это тоже, я запомнил эти слова, это у меня было в голове, вот так вышел на ковер тоже. Что он сказал? Основным насчет схватки с Асланом Романом, то, что было на Аланах, что я не полностью как бы проявил себя, не полностью проявил себя, как бы не до конца отборолся, некие ошибки мои исправил. И вот так. А еще Махмуд Магомедов тоже мой личный тренер. Ну, второй тренер, первый тренер мой Алиев Дагир, а второй Махмуд Магомедов. Ну, в последнее время Махмуд Магомедов очень большую роль, как бы, играет в моей спортивной жизни, помогает мне во всем уже на протяжении двух лет, получается, да. Он был тоже рядом во время сагонки, во время всего, как бы, ну, всего процесса, который там происходил. Он был на Рыгинском, он был рядом, и секундировал, и все, и его слова, как бы, ну, все. Что говорил он? Ну, основном он говорил, что вышел, настроился на очень тяжелую схватку, в любом случае, чтобы отборолся до конца. Попытки, или я не помню, с какой, какие у тебя сейчас эмоции, есть что-то, с чего сказать? Перед этими соревнованиями на сборах Хадзин Рахманович дал мне некие советы, настроил меня на эти соревнования, и, как видите, все получилось. А вот этот человек, который стоит рядом с тобой, ведь он сколько вам ждал? Я очень рад, что смог его тоже обрадовать, очень сильно старался. Ему тоже спасибо, что вы так выезжаете и все делает для нас. Мы заметили, когда у тебя брали интервью на турнире в Красноярске, с сумки ты доставал, то ли киндер. И вот этот ролик, он такой вызвал небольшой ажиотаж, небольшой резонанс. Любитель сладкого? Я бы не сказал, что я не любитель сладкого. Просто в ту ночь как раз у меня было 500 грамм лишний, я погонял и сразу лег спать, но ничего не поел как бы. И на утро просыпаюсь, и там, который со мной живет, Ахмед Усманов, он там на стол положил ММДН с киндер там. Я так посмотрел, думаю, давай-ка я сумку закину позвечно, чтобы сразу поесть, а то если я там оставил, то я не поел бы ее. И вот так закинул сумку как раз, и матч проходит, видео снимает. Я ее как раз доставал в тот момент, и они этот момент тоже сняли. Тяжело вообще гонять вес? Как вообще проходит эта процедура? Лично тебе, как она дается? Многие спортсмены с изнурительными тренировками только удается достичь результата. Как у тебя вообще с этим? Ну, вес тоже не особо-то, и маленький у меня, килограмм пять, гоняю я. Ну, как сказать, тяжело, естественно, бывает, но нормально справляюсь с этим. Ресторан лучше толще. Ну, то что? Три, два, один? Нет, сейчас еще два, один. Кто выбил? А я одену туда. Это хватает, что ты на Европу не движаешься. Один раз ногу сбил, радуется. Если бы я знал, что такой счастливый был. Так, вы на что спорили-то? На ресторан. Один раз ногу сбил, такой счастливый. Когда в составе на Европу облили, такой счастливый не было. Махмуд, напомни, пожалуйста, историю. Было что-то такое, мы слышали, что Курбан участвовал на каком-то турнире, он проиграл схватку за финал, за выход в финал, но должен был бороться за третье место. Но, однако, он не дождался окончания, уехал, если не ошибаюсь, это в Буглен, на какой-то турнир, и выиграл его. Он боролся на густовском турнире в Владикавказе. Все ставки основные делались на него, и Курбан проиграл. Это буквально на несколько месяцев. Проиграл тактически, проиграл только тактически. В борьбе он допустил несколько ошибок, и эти ошибки повлияли на исход схватки. И он проиграл после схватки. Он как-то ушел из поля зрения, я потерял его, смотрю, нету в зале. В зале уже финал, другие в финал вышли, ребята уходят. Я его еще не могу в зале найти. Говорит, его братишек спрашивал, где он. Говорит, не знаем. И все уходят. Потом смотрю, один момент, где-то сидит под кустами, где-то там холод, дождь, где-то так дрожит в зале, в трико, мокрый. После схватки уходит, дрожит. Я не буду бороться, я там, как я мог проиграть. Потом, честно, после схватки хотелось поругать, но когда я увидел его состояние, я понял, что ни в коем случае его ругать не надо, в этот момент его, наоборот, надо поддержать. И я ему говорю, ты что, относись как-то к спорту, если тебе... Ты делай, самое главное, делай причины для победы, причины делай. А результат уже от Аллаха, от Всевышнего результата, ну, значит, было предопределено, чтобы так бороться. Он говорит, я не буду бороться за третий. Я говорю, давай так договоримся. Сейчас ты на эмоциях, ну, как бы, я тебя не заставляю ни сегодня бороться, ни вообще бороться. Если ты реально мне скажешь, ну, Идрисович, вот так я хочу, вот там, как-то вот так. Я тебя, я тебя всегда поддержу, не только, как бы, в борьбе, там, не только как тренер. Ты мне любое время как старшему брату можешь подойти. Вот так с ним поговорил, отдельно поговорил. Я ему сказал, давай ты уйдешь в гостиницу, искупаешься, и мне позвонишь, скажешь, я не хочу бороться и уеду. Он говорит, хорошо. Пошел в гостиницу, искупался, видимо, успокоился. Он говорит, ну, я не могу настроиться, я не хочу бороться за третье место. Я, говорит, расстроен. Я говорю, хорошо, все, езжай, никаких проблем, езжай домой, просто в себя приди, успокойся, никаких проблем. Такой трагедии нет. Главное пойми, по каким причинам ты проиграл. Ну, мы поработаем, не все. Он уехал домой и ночью мне звонит и говорит, я хочу на следующий день в Буглене взвешивание в 8 утра. И он мне звонит, говорит, можете меня записать туда, да, заявку. Я говорю, я могу записать, но если ты у меня спросишь, нужно ли мне бороться, я тебе скажу, не нужно тебе. Он говорит, нет, я хочу, нет, я хочу. Я говорю, давай так, ты поедешь, ты будешь, ну, в жеребелке, ты будешь записан. Ну, там, сколько ехать дороги, в 8 утра взвешивание, до взвешивания ты проснешься, когда ехать собираться будешь, после утреннего намаза мне позвони и скажи, я хочу бороться. Ты реши утром только, не ночью, не сейчас там, на эмоциях. Утром реши, если захочешь, все, езжай, я тебя поддержу. Как раз густовский турнир закончился, он боролся. Мы оттуда же, с Владикавказа же, прямо туда, в Буглен, мы тоже приехали там с ребятами, он уже боролся там и провел как, ему, я не знаю, с жеребелкой постоянно везет в кавычках. На Иргинском он единственный во всем турнире, который провел 6 схваток. И там тоже он, Буглене тоже, он один борется, остальные все свободные и больше всех схваток провел. И провел, выиграл Буглене турнир, выиграл, поборолся. Так, конечно, может быть, было бы неправильно, там, слишком так, на эмоциях, постоянно весь там, там тоже гонять, делать. Но он поборолся, собрался, выиграл. Я ему сказал, видишь, там, если тебе, где тебе, то что, от тебя не уйдет, главная причина, делай вот на ковре, то, что ты, ты не такой человек, да, чтобы ему говорить, там, тренируйся, тренируйся, гонять. Он любит это дело, любит, занимается, выкладывается на турнирах. Вот за счет этого, главное психологически не сломаться. И вот так он боролся, выиграл Буглене. А что скажешь о своих потенциальных соперниках, возможно? Гаджа Алиев, Гаджи Мурат, Исмаил Мусукаев, что еще о них скажешь? Ну, с основным я с ними уже встречался, кроме Гаджи Алиева с Рашидовым, Гаджи Муратом с Исмаилом Мусукаевым. Ну, естественно, очень хорошие, опытные. Они это не раз доказывали на мировых аренах тоже. Ну, придется, в любом случае, настраиваться. И мне на них, как бы, очень хорошие, конечно, спортсмены, да. Они это сами очень доказали, мы можем об этом говорить. Какая у нас жизнь вообще внутри, внутри, в борцовском ковре? Вы дружите между собой, какие вообще отношения? Да, у нас хорошие отношения. То есть, прям дружим тоже не сказал бы. Ну, естественно, приведет ли улыбчивые отношения. А знаешь, очень интересна твоя позиция в плане того, вообще, вот многие спортсмены, они тренируются в одном зале, вот, но соперничают друг с другом регулярно. Кто-то даже очень близко дружит. Вообще, что скажешь про это? Ну, тяжело, естественно. Они оба друг друга очень хорошо знают, очень хорошо знают друг друга. Борьбу, как бы, и настраиваются на друга, и выходят. Но, в основном, ведь спортивная жизнь тоже, она в скором времени тоже заканчивается, как бы, не всегда соперничают друг с другом. У меня тоже, допустим, есть такой друг, Ирагим Анатарахманов, с которым мы тоже уже лет шесть-семь, как бы, тоже вместе, каждый день, почти, ну, в каждом месте бываем и вместе тренируемся. И вот в последний момент мы перешли, как бы, я, как бы, в категории выше, он в категории ниже. Но мне даже с ним очень тяжело будет бороться, потому что, хоть у него вес и маленький, но он очень хорошо знает мою борьбу, мои действия, мое все, и мне с ним тяжело будет бороться. Кто был тем фанатом, человеком, который подарил Курбану денежную сумму и сколько? Его зовут Руслан, он из Иркутска, он бизнесмен, рынками этими занимается. И он подошел, увидел борьбу, увидел, как Курбан там, да, в Красноярске все схватки его очень увидел, подошел, и Курбану говорит, я, говорит, это гостиница, фойе подошел и говорит, я хочу тебе подарок сделать. Вот, он мне на следующий день это рассказывает, Руслан, мы познакомились, я его поблагодарил, очень приятно, что так люди, не то, что деньги дал, да, внимание оказал для Курбана, тоже это очень приятно. Что? Он ему подозвал, говорит, я хочу тебе подарок сделать, подожди здесь, говорит, фойе. Он говорит, да, и побежал в машину, и выходит, Курбан стоит, думал, футболку ему что-то хочет подарить, и стоит, он ему деньги дает, он говорит, нет, нет, я не возьму, и Руслан мне рассказывает сам, он говорит, я не возьму, он такой скромный, говорит, я его заставил, я попросил, ну возьми, пожалуйста, он говорит, не надо деньги, зачем ты туда стеснялся, говорит, и вот так он ему 50 тысяч рублей подарил, и пригласил, ну, когда сказал, что Уан Уде нас встретит, надеюсь, он к нам в Дагестан тоже в гости приедет, мы с ним познакомились, близко. Помимо этого, были еще подарки? Ожидает, он еще домой не попал, его кубок, медаль, он здесь, он домой не попал, Амар Магомедович пригласил его сразу в ресторан, он сразу попал в элиту, там, главное не потеряться, а так, конечно, потеряться тоже не дадим ему, он не из той категории, которая может сделать болезнью заболеть, молодой, скромный парень. Кто, по-твоему, Курман является лучшим борцом планеты? Это за, на сегодняшний день как бы? Давай, да, с сегодняшним взглядом. Ну, Адурашица Адулая, потому что он, я не говорю, кто раньше были борцы, на сегодняшний день Адурашица Адулая, потому что он, ну, почти все сорвания подряд выигрывает, идет. А если уйти в историю немного, какие-то имена, кто по-твоему? Я сейчас не могу даже выбрать, как бы. Давай, можно несколько человек, можно 5-6, вот по-твоему, кто такие выдающиеся личности? Не знаю, если честно, я не могу как бы кого-то выделить, потому что… Давай так, а чья борьба вольного стиля, даже, ну, вот с учетом взгляда на историю, тебе симпатизирует? Вот так. Наверное, была историческая тива. А и Мауледа Батырова. Маулед Батыров и Умаханов, мы из одного селения, как бы, селения Буртуная, Казбековского района. У нашего села три олимпийские медали. Это тоже уже о чем-то для меня говорит, как бы. Мы желаем, Курбан, чтобы ты был, наверное, четвертым представителем олимпийской медали в своем регионе. С нами был перспективный спортсмен, который, мы надеемся, что будет радовать нас только победами, такими же зрелищными, захватывающими и интересными, Курбан Шреев. Курбан, тебе удачи на всех предстоящих стартах. Успехов! Субтитры создал DimaTorzok